Присвоением первых офицерских званий и вручением погонов молодым сотрудникам отметили дату образования службы в Линейном управлении внутренних дел Сочи. Наградили полицейских грамотами и медалями. Слова благодарности звучали и в адрес ветеранов подразделения. Хотелось бы поздравить ветеранов и действующих сотрудников транспортной полиции с Днем образования транспортной полиции, который будет праздноваться 18 февраля. Ветеранов поблагодарить за ту работу, которую они проводили, а действующих сотрудникам пожелать успехов, поблагодарить их за ту работу, которую они выполняют по охране общественного порядка транспортных магистралей города Сочи. С момента образования это подразделение МВД имело в государстве особый статус, ведь его специалистам была доверена работа по обеспечению и охране правопорядка на водных, сухопутных и воздушных магистралях страны. И сегодня задачи сотрудников, в частности сочинского управления на транспорте, это безопасность пассажирских и грузовых перевозок, противодействие терроризму, распространение наркотических средств на всех видах транспорта. От имени главы города Сочи, от имени всех жителей города Сочи, я бы хотел вас поблагодарить за ту работу, которую вы делаете. Пожелать вам всем оперативной удачи. Любой правильно заданный вопрос может позволить раскрыть довольно-таки звонки преступлений. И вы это уже доказали. Ваш коллектив способен на многое. В нашем городе находятся статистические объекты, которые всегда привлекают внимание тех людей, которые сюда направляются с нехорошими намерениями. Это международные аэропорты, это железнодорожные вокзалы, это и автовокзалы. Везде необходимо ваше присутствие, ваш профессионализм. Все примеры обеспечения правопорядка и безопасности на объектах транспорта говорят о том, что сегодня сотрудники подразделения достойно справляются со своей основной задачей. По итогам прошлого года на транспортных объектах не зафиксировано тяжких преступлений, нарушений общественного порядка. Для этого в Сочи проведено 109 оперативно-профилактических мероприятий. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.